МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я снова на природе, но не для того, чтобы есть шашлык или отдыхать. Сегодня я буду гонять вот на этой спортивной красотке, которая предназначена для прохождения трофи-рейдов. Вот он шлем. Я почти готова. Ну что, самое интересное, пора почувствовать себя настоящим пилотом. Стоп! Все не так просто. И прежде чем приступить к прохождению препятствий, необходимо подготовить автомобиль. Машина, как правило, имеет лебедку, фары для передвижения в темноте, большие колеса, которые, к моему удивлению, необходимо спустить до старта. Ну что, исправилась? В процесс я погружаюсь полностью, поэтому помогаю во всем. И следующая процедура – наматывание троса. Ну что, снимая такие сюжеты, научишься всему, даже наматывать лебедку. Следующий немаловажный этап перед заездом – проверка местности. Специальный костюм поможет мне пройти определенное расстояние и понять, какое дно у пруда, и стоит ли вообще ехать, или лучше не рисковать. Дима! Дно есть! Поехали! Вот теперь я смело могу сказать, что мы готовы к первому в моей жизни трофе-заезду. В отличие от Кати, у меня нет водительских прав. Но тема интереснее, именно поэтому сейчас я нахожусь в автошколе. Ну что, посмотрим, смогу ли я водить машину или все-таки нет. Конечно, несколько раз я пробовала водить машину, и это придает мне немного уверенности. Но что я вижу? Парта, тетрадь и ручка. Неужели мне придется сидеть на скучных уроках? А зачем вот мы сидим-то, что мы когда поедем в машине-то? У нас все по плану. Первый месяц мы с вами будем заниматься правилами дорожного движения. Через месяц мы уже можем поступать к вождению. Потому что когда вы выйдете на дорогу, если вы не будете знать, что написано в этой маленькой книжечке, то на дороге вы будете просто безграмотным человеком. Занятия оказались совсем не скучными, а самое главное – полезными. Я поняла, что правила дорожного движения очень важны, и без них, ну, никак нельзя. Ну что ж, только после того, когда пройден достаточный курс теоретического материала, можно садиться за руль. Ну а я могу приступить уже сейчас. Встретимся на автодроме! Ну что, самое интересное, пора почувствовать себя настоящим пилотом. Но одно мне не справится, и поэтому на помощь мне придет штурман. А вот, собственно говоря, и он. Ну что, поехали? Поехали! Так. Соблюдаем все правила техники безопасности, считанные секунды, и я уже не просто еду, а можно сказать, плыву. Но не в каюте, а во внедорожнике. Он не утонет? Нет, нет, газ. Газ. Мамочки! Дево-дево-дево-дево-дево-дево. И порой понимать друг друга нужно без слов, а только с помощью жестов. Недавно именно на этом месте проходил один из этапов чемпионата по Тульской области по трофи-рейдам. Мы посмотрим по островкам, по заводям и каким-то затончикам, то мы увидим беленькие таблички точек, которые ребята, соответственно, соревнуясь, брали их. Кто быстрее и больше точек собирает, соответственно, за отведенное время, тот является победителем для данных гонок. Наш корабль под названием «Следуй за нами» идет согласно маршруту. Вода уже по колено, мы плывем, и финиш уже так близок. Ну что, сегодня я первый раз поплавала в машине. Ощущения вот такие. Теперь, смотри, у нас путь освободился. К примеру, на светофоре загорелся зеленый, мы поехали, все. И то же самое, нажимаешь сцепление, включаешь первую передачу, вот, подводишь так же сцепление. Выше, вот, в момент, да-да-да, в этот момент задерживаешь сцепление, и как только машина поехала, полностью отпустила, все. Еду. Так, мы сейчас поворачиваем налево, налево смелей, и у нас кирпус. Время. Значит, только, нет-нет-нет, только направо у нас. Вот, 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 вот. Возвращаем, опять сцепление. Замечательно. Да я идеальный водитель. Сцепление отпустила. Включаешь первую передачу. Вот. Расслабиваемся, не напрягаться. Плавно, да. И пытайся прочувствовать, как работает педаль, где схватывается. Вот. Чувствуешь? Вот этот момент. Все, вот, придержала педаль. Все, вот. Вот. И тем самым, когда ты при трогании задерживаешь педаль сцепления, вот в этот момент, когда чувствуешь там вибрацию, и тем самым ты обеспечиваешь плавность начала движения. Я сейчас поворачиваю. Да, 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 сейчас поворачиваю налево. Вот. И вот полоса движения у нас. Вот как в городе. У тебя полоса. Вот. Я вот открыла для себя еще одну профессию, где просто необходимы железные нервы. Инструктор по вождению. Вы только представьте, тысячу раз повторять одно и то же. А она опять заглохла. Так, а тут у нас стоп. Стоп. Сцепление. Тормоз. Вот. Начинаем движение всегда с первой. И нельзя было сцепление отпускать. Вот он момент. У тебя включена передача, ты отпустил сцепление, двигатель заглох. Водные процедуры окончены. Следующий труднопроходимый участок – подъем в горку. В трофе-рейдах очень важно успеть пройти все спецучастки и выполнить задания всех соревновательных этапов. Прохождение некоторых отрезков маршрута требует больших возможностей техники и высокой подготовки участников. Один из самых сложных участков мы преодолели. Теперь меня ждет другой участок по бездорожью. Но для этого мне необходимо пересечь совсем в другую машину. А вот и результат от нашей поездки. Автолюбители, имеющие подобные автомобили, используют их не только для соревнований. Одно из хобби – это дальние путешествия, так называемые автоэкспедиции. Они бывают и в виде небольших походиков, соответственно, по Тульской области, бывают и далекие. Грязи трофисты не боятся, а даже наоборот – ищут ее. Скорости на маршруте трофериды невысокие, но остроты ощущений от этого не преуменьшаются. Подобные увлечения затягивают людей с головой, и они уже не жалеют ни сил, ни времени, ни денег, чтобы усовершенствовать внедорожник и пройти свой новый путь. Это трофи, детка, это не шахматы. Здесь думать надо. Наш трофи-рейд подошел к концу, и это было захватывающе. Мокрые ноги, я вся в грязи, зато попробовала, что такое настоящий джипинг. С первого раза понять тонкости очень сложно, зато одно могу сказать точно – этим занимаются настоящие и добрые мужчины. Теперь руль направо, руль направо, посмотри, у тебя вот парковка вся здесь, видишь? Занятие в автошколе помогло мне не только немного улучшить свой первоначальный навык, но и добавили мне уверенности в том, что из меня выйдет отличный водитель. Да, так что это сейчас только такая, знаешь, легкая детская разница. Дубрика «Философия от Светы». Да. Я в очередной раз пришла к выводу, что мне нужен мужик. Я не только не умею стрелять из лука, но парковаться пока тоже. Я в юности занимался стрельбой. Вы мне, может быть, и нужны. Не проволочек еще. Оп. Вот, все, опускаю кошечка. Что, за соску поесть, да, отец со мной? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот он, где рай. Слабак. Говорят, вот тебе нашу белую любит халун. А еще один. Здрасте. И появилась она из пены морской русалочка. Я просто звезда регионального телевидения. Офигеть, вот реально по этому ездите, по деревьям. Сумасшедшие вообще. Ой, среди водителей автобусов. Звездень просто. Офигеть. Офигеть. Кошел. Офигеть. 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 Аدة. Продолжение следует...